Красивый чистый двор, отремонтированный подъезд в многоквартирном доме – мечта каждого человека. К сожалению, не все могут похвастаться этим. Особенно жильцы дома по улице Октябрьска, 340 в Черкесске. Они обратились к вестям, разобраться в их проблеме. В жалобе разбиралась Альбина Ламкова. Сырость вот такой, плестит вот так. Вот так и живу, замерзаю. Это первый этаж многоквартирного дома. Картинка говорит сама за себя, но только не передаёт запах сырости. А здоровью наносит вред. Любовь Боисова исправно платит за коммунальные услуги. Задолженности нет. Но задаёт себе вопрос, за что она даёт свои деньги. Сегодня тоже включала до утра. Свет мотает вот так. Я живу с этим. Вот так живу. Вот это моя зимой, летом. Вот это у меня сырость, сырость, сырость. Я болею сама. Сырость от стен очевидна. А спасает ли обогреватель в этой ситуации? Вопрос спорный. Дом по улице Октябрьская, 340 запущен. Проблем здесь много. Начиная с крыши, которая долгое время не подвергалась ремонту. Вследствие чего образовалась сырость. Стены этого дома также давно не видели ремонта. Вот в таком состоянии они сейчас. А если есть свежая покраска, то это силами самих жильцов. Стены в подъездах этого дома выкрашены в разные цвета. И техническое состояние, соответственно, разное. Жильцы сделали ремонт за свой счёт. Но управляющая компания номер один Черкеска средства за побелку и покраску не вернула. В таких ситуациях отпадает желание платить. Так как по факту самого обслуживания и нет, говорят жильцы дома. Судить можно и по электрическим счетам. Они открыты, а провода, подходящие к ним, оголены. Мы тут собрали чеки, покупили краску, собрали деньги. Вот четыре этажа. Вызвали бригаду, сделали ремонт. И что вы думаете, он объявляет, а вот вы договор заключали с бригадой? Это люди-частники. Мы просто с села вызвали людей, чтобы они нам подешевле сделали этот ремонт. Я говорю, нет, тогда мы не будем оплачивать. Я с тех пор не плачу. И платить в принципе, а деньги мне отложены. И многие люди не оплачивают именно по этой причине. По тому же принципу был сделан ремонт фасада, где потраченные деньги также не были возмещены. Жильцы дома говорят, что иногда жилконтора пыталась решать проблемные вопросы, но не доводила их до конца. Если мы что-то требуем, например, потребовали скамейку, одну доску поставят. Но на следующих уже ничего не будут делать. Я примерно говорю, вот так к нам относятся. Ко мне приехала сестра и сказала, ты что, купила квартиру в общежитии? Я говорю, почему так решила? Такого никогда я не видела, говорит, вот это вот то, что у вас происходит. Когда идет дождь, невозможно выйти из подъезда. Уровень воды выше щиколотки. Жильцы дома обращались во все инстанции. На уровне ни города, ни республики нам не может помочь. Это разве в 21 веке проблема убрать вот этот разлив воды? Но о благоустройстве двора здесь мечтают давно. Да и территория позволяет. А по факту сломанные качели и горки опасны для жизни. Вот что нам сделала наша ЖКХ, мы не знаем. Мы не знаем, что она нам сделала. Это видно по нашей детской площадке. Ну, вы меня извините, или наши дети не такие, или мы не такие люди. В соседних дворах везде все сделано. Обходят стороной. Дыра в канализации. Вызывали мастеров, но вопрос также не решен. Сетуют люди. Ну, это ничего страшного. Вот сеточку воткнули, дети прыгают, оно лопнет, и ребенок уйдет неизвестно куда. Вот сюда вода бежит, все в подвал. Сколько вы раз обращались по этой проблеме? В прошлом году я два раза вызывала. Проблем много. Во дворе также и не убирается. Подвалы – это отдельная тема. Самому дому по улице Октябрьская, 340, больше 20 лет. И жильцы мечтают, чтобы все их вопросы были решены. Здравствуйте. Здравствуйте. Это управляющая компания номер один? Да. Я вам уже несколько дней звоню на счет по улице Октябрьская, 340. Вспомнила. Да. Да, да, да. Но вестям так не удалось взять комментарий управляющей компанией номер один «Черкеска». И поэтому люди так и остаются жить со своими нерешенными проблемами. Альбина Ламкова, Расул Бердив, Заур Лиев. Вести Карачаева, Черкесия.